Всем добрый вечер. Четверг, 9 часов вечера. С вами Искусство Возможного и я, ведущий Сергей Ильин. Сегодня у нас в гостях вице-спикер Государственной Думы, заместитель секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Сергей Железняк. Добрый вечер, Сергей Владимирович. Добрый вечер. Тема нашей сегодняшней программы – политика и законодатели. Наш сегодняшний гость, как мне кажется, во многом олицетворяет законодательную власть и как вице-спикер, и одна из, пожалуй, главных говорящих голов Государственной Думы, причем, в числе прочего, и по самым резонансным, чтобы не сказать, скандальным законопроектам. Поэтому первую половину нашей передачи, большую часть, мы поговорим именно о законопроектах, в том числе именно о резонансных. А вторая тема, которую я хотел с ним обсудить и вроде достиг согласия, это тема «Кто такой наш законодатель?» Портрет российского законодателя. Я напомню, что телефон в студии 8495-6510-996, и мы начинаем. Итак, как мы и договаривались, начинаем с новых законотворческих новаций. Я не очень ориентируюсь в таких темах, как гей-пропаганда среди несовершеннолетних и волонтерское движение. Может быть, Сергей Владимирович меня в этом плане каким-то образом просветит. Можно только во втором. Только в волонтерском движении. Давайте. Речь идет о том, что есть действительно очень важное для нашей страны явление. Это готовность людей безвозмездно помогать другим людям. Это касается совершенно разных аспектов жизни. И далеко не всегда связано только с помощью в случае чрезвычайных ситуаций. Есть социальное волонтерство, есть спортивное волонтерство. И для нас важно сейчас понять, какие нужны предложения по поддержке волонтерского движения. Но, как минимум, вот в двух случаях, об этом мы говорили, например, вчера в Общественной палате, сегодня в Совете Федерации, в Государственной Думе, нужно понять права и обязанности сторон. Первое – это как раз в случае действий волонтеров в чрезвычайных ситуациях, в опасных ситуациях, где их деятельность должна осуществляться таким образом, чтобы не навредить жизни и здоровью самого волонтера и жизни и здоровью того человека, которому он старается помочь. Потому что, если у волонтера нет необходимой квалификации, нет необходимых знаний, нет понимания алгоритма взаимодействия с МЧС и с другими службами, которые задействованы в ликвидации последствий через всякие ситуации, то он может не только не помочь людям, он может и сам погибнуть. То есть навредить и окружающим, и себе. И не дай бог, в этом смысле, например, мы сегодня разговаривали на заседании социальной платформы с большим количеством волонтерских организаций. Вот был представитель Центра Спаса, и мы как раз анализировали ситуацию по Крымску, и она очень четко показала, что эффективность тех волонтеров, которые знали, как оказывать первую помощь, знали, как действовать, в том числе на бытовом уровне, в обстоятельствах вот такой природной стихии, они были на 10 порядков эффективнее, чем те, кто хотел помочь, но при этом не знал как. Спасибо. Второе основание, которое тоже, несомненно, необходимо, прежде всего, самому волонтерскому сообществу, это все моменты, связанные с финансированием этой деятельности со стороны государства, либо региональных, или местных властей. То есть должны быть правила этого, должны быть решения со стороны самих волонтерских организаций, в каких случаях стоит обращаться за этой помощью, в каких не стоит обращаться за этой помощью, каким образом эта помощь должна выделяться, как она должна контролироваться. То есть я не говорю сейчас о пожертвованных людей, потому что там волонтерские организации сами должны вырабатывать эти правила, и во многом доверие людей обосновывает эффективность волонтерской организации. А вот ситуация с государственными деньгами, здесь должно быть все, конечно, прозрачно. Понятно. Спасибо. Кстати, не могу не отметить, что я, наверное, вам это будет приятно, я сегодня беседовал с одним из активистов волонтерского движения Митя Олешковским, вот, говорю, я сегодня встречаюсь с Сергеем Владимировичем Железняком, он вам, небось, тоже что-нибудь запретил. Он говорит, э, нет, говорит, я не знаю, как там по другим законам, вот именно применительно к волонтерству, удивительно конструктивная позиция, просто очень приятно, очень корректное замечание к существующему проекту, это очень хорошо. Вот, перейдем к вещам более грустно. Ну, вот, можно тогда как раз заканчивая про волонтерство и вот про позицию. Она звучит следующим образом, и я считаю, что это как раз вот ключ либо к успеху, либо к неуспеху всего, что касается обсуждения изменений в законодательстве, не только о волонтерстве, а вообще чего угодно. Нужно говорить не о регулировании как таковом, и не столько о регулировании, сколько о поддержке. Это относится именно к волонтерству или в целом? Это относится ко всему. Потому что мы к этому вернемся позже, у меня возникло ощущение, что вот в ряде случаев, когда речь идет о регулировании, речь идет именно о регулировании, причем о регулировании в сторону ужесточения. Об этом с удовольствием поговорим, я постараюсь объяснить, что все с точки зрения наоборот. Отлично. Так, поехали. Давайте обсудим, соответственно, вот новый законопроект направлен на борьбу с курением, грубо говоря. Вот с точки зрения наоборот, насколько лучше станет жизнь курильщиков и раз с точки зрения наоборот после принятия новых законодательных инициатив? Закон, который мы приняли, который называется антитабачным пакетом законодательным, он направлен прежде всего на то, чтобы оградить людей, которые не курят от воздействия табачного дыма. Потому что курить или не курить, это выбор взрослого совершеннолетнего человека. Полностью согласен. И никто у него это право отобрать не может. Но его права заканчиваются там, где начинаются права человека, который не курит и который не хочет травиться этим табачным дымом. Во-вторых, не должно быть никаких стимулов и поощрений к курению. А какие сейчас есть стимулы? Поэтому мы говорим о запрете рекламы. Поэтому мы говорим о запрете всего, что связано с промоушеном, сэмплингом и другими маркетинговыми стратегиями, связанными с поддержкой интереса к курению. Но так против этого, насколько я понимаю, кроме табачных компаний и хлопбистов, как раз никто уж точно не возражает. То есть я не думаю, что курящие будут очень сильно возмущаться. Ну, я тоже был бы очень удивлен. И третье направление, оно связано как раз с тем, чтобы помочь человеку бросить курить. Поэтому предусматривается целый комплекс бесплатной медицинской поддержки и помощи людям, которые решили курить. Предусматривается целый перечень стимулов для работодателей, и чтобы работодатели поощряли сотрудников к тому, чтобы бросить курить. То есть, еще раз, курить или не курить, если вы совершеннолетний человек, совершеннолетний гражданин России, это ваш личный выбор. Но государство не будет поощрять интерес к курению. Государство будет защищать тех, кто не курит, от тех, кто курит. И третье, конечно, государство будет помогать и поощрять желание и стремление бросить курить. Ну, то есть, соответственно, если говорить конкретно о раздельной зоне в заведениях общепита, предполагается тоже упразднять или как? То есть, вот курящий зал, не курящий зал? Не будет курящих залов, потому что именно по результатам обсуждения со всеми холдингами и объединениями рестораторов, они понимают, что если оборудовать залы для курящих таким образом, чтобы была система шлюзования, чтобы при открытии и закрытии дверей как на кухню, так и в другой зал не проникал табачный дым и были такие системы вентиляции, которые бы обеспечивали полное вытягивание табачного дыма, то это дороже, чем ресторан. То есть, сложно и дорого. Сложно и дорого, и поэтому они не то, что не противодействовали, они на самом деле были за, чтобы это было законодательно регулировано. Им не приходилось на своем уровне каким-то образом там общаться с клиентами и о чем-то не спрашивать. И к летним верандам относится нечто подобное, насколько я понимаю. А летние веранды или там попроще? Летние веранды это улица. На улице можно курить, но в 15 метрах от входа. То есть, правильно ли я понимаю, что если мы имеем огромную веранду, то там, в принципе, можно найти столик в 15 метрах от входа, а маленькие кафе в этом случае, соответственно, прилетают, насколько я понимаю. Ну, я думаю, что большие кафе тоже будут либо делать какую-то специальную уличную веранду для тех, кто курит, отделять ее от той веранды, которая для тех, кто не курит, потому что иначе клиенты, которые не курят, будут как-то возмущаться. Ну, обратная сторона, клиенты, которые курят, попытаются найти какую-то альтернативу. А, вы знаете, это очень хороший вопрос, потому что, сейчас я, если быстро найду цифру, ее скажу, но более двух третей людей, которые курят, поддерживают все ограничения и запреты, которые связаны с курением. И, в том числе, запрет на курение на рабочих местах, курение в общественных местах. У нас остается минимум времени до перерыва, поэтому один очень короткий вопрос. А куда предполагается выживать курильщиков, грубо говоря, которые сидят в офисе? В офисе где-то там еще. То есть будут ли оборудованы специальные, совсем уже загерметизированные курилки или, будьте любезны, нам? В офисах и на производствах, в закрытых помещениях. Если собственник этих помещений хочет, он может оборудовать специальные места для курения, но вот со всеми вот этими технологическими требованиями, которые будут отсекать табачный дым от тех, кто не курит. Я понял, большое спасибо. Я напомню, с вами «Искусство возможного», я ведущий Сергей Ильин, и сегодня у нас в гостях вице-спикер Государственной Думы Сергей Железняк. Итак, мы продолжим после перерыва, телефон в студию 8495-65-10-99-6. Еще раз добрый вечер, я напомню, с вами «Искусство возможного», я Сергей Ильин, и наш гость, вице-спикер Государственной Думы Сергей Железняк. Мы беседуем на тему политика и законодателей. Прямо сейчас мы заканчиваем, наверное, тему, связанную с антитабачным законодательством. Я напомню, что телефон в студию 8495-65-10-99-6. И чтобы закончить тему, мало нам было борьбы с обычными сигаретами, взялись еще за сигареты электронные. Да, электронные сигареты запрещены в целом ряде стран мира, но дело в том, что борьба с электронными сигаретами в мире, я думаю, Сергей Владимирович со мной согласится, идет раздельно с борьбой с курением в целом, которое тоже ведется. У нас это как-то все пошло, так сказать, единым фронтом. Вот как бы вы это прокомментировали? Ну, электронные сигареты, кроме достаточно спорного вопроса о их пользе или вреде, потому что нет на сегодня, как минимум, доказательства того, что они безвредны, потому что они точно так же содержат никотин, и пары с никотином на порядок более вредны, чем сухой дым для легких, по всем международным исследованиям. Но даже вопрос не в этом. Вопрос в том, что человек, который курит электронную сигарету, он автоматически вызывает у всех остальных людей, кто курит или бросает курить, желание попробовать. В этом смысле это касается любой вредной привычки, как только человек видит предмет, связанный с этой вредной привычкой, это сразу провоцирует у него желание еще раз испробовать вот этот запретный плод. И поэтому электронные сигареты, точно так же, как и жвачки в форме сигарет и любую другую имитацию сигарет в виде любых товаров мы запрещаем. Кстати, если не секрет, Сергей Владимирович, вы не курящий бросили или как? Я никогда не курил, много раз в детстве, юности пробовал, никогда мне это не нравилось, и я до сих пор не понимаю курильщиков и тот смысл, который у них с этим связан. Кроме некой традиции, я ничего больше не вижу, потому что я не понимаю, как от этого можно получать удовольствие. Если совсем честно, я тоже. И при этом я был единственным не курящим офицером на корабле, в бригаде. Я понимал, что это возлагает мне дополнительные обязанности, потому что во время перекуров я всегда был на посту, потому что я не курю. Я понимаю, естественно. Но, тем не менее, это меня не простимулировало начать курить. Знакомая ситуация. Ладно, оставим в покое ситуацию с курением. Перейдем к темам законодательным, но связанным уже не с последними решениями, принятыми в этом году, а с решениями, принятыми, скажем так, ну, например, с июня-июля. Вот я перед тем, как мы вошли в студию, напомнил Сергею Владимировичу о нашей встрече осенью на телеканале ТВ3, и ему был адресован тогда вот какой вопрос. Вот я тогда не поленился, сегодня поленился, вот, собрал с сайта партии «Единая Россия» целый ряд выступлений и законодательных предложений Сергея Владимировича, и все они сводились к тому, что нужно чего-то там урегулировать, исключительно урегулировать, желательно запретить, желательно ограничить и так далее. То есть, в принципе, все в отдельности может быть логично, не знаю, может быть, нужна какая-то цензура в интернете, не знаю, может быть, нужно каким-то образом бороться с нецензурной бранью, может быть, с каким-то очень антирелигиозным фильмом нужно запрещать, но меня удивило, что все это было подряд. Вот, и это как бы половина вопроса первая, а вторая половина вопроса. Дело в том, что кто-то может подумать, что вот сидящий у нас Сергей Владимирович Железняк, это какой-то там такой замшелый мракобесный, нет, ничего подобного. Это удивительно обаятельный человек, вот, с довольно любопытным, я бы сказал, бэкграундом, то есть, он бывший, насколько я понимаю, морской офицер, вот, после этого 15 лет проработал в рекламном бизнесе, то есть, судя по его, ну, хотя бы внешнему виду, даже абстрагируясь от бэкграунда, он похож, не побоюсь этого слова, на представителя среднего класса. То есть, у некоторых возникает определенный когнитивный диссонанс, что же вы, если вы такой белый и пушистый, душите всю мыслимую свободу? Вот, расскажите про этот когнитивный диссонанс, то ли он когнитивный диссонанс? Ну, начну с того, что считаю, что педофилия и пропаганда наркотиков никоим образом не сочетаются со словом «свобода» и являются убийцей всего, что связано со свободой. Поэтому, в целом, если говорить и про законодательство, и про мои жизненные принципы, они связаны с двумя основными направлениями. первое — это поощрять и помогать всему тому, что здраво, полезно, эффективно, и достаточно жестко пресекать то, что опасно для, прежде всего, для жизни и здоровья людей. И поэтому, если взять любые наши инициативы, которые были приняты за время думы предыдущего созыва, и думы этого созыва, мы увидим, что одновременно есть поддержка российской легкой промышленности, российской лесной промышленности, сельхозпроизводителей, и одновременно есть запрет за то, чтобы, собственно говоря, в маске приходить на массовое мероприятие и кидаться бутылками с зажигательной смесью. Минуточку, немножко разные вещи — кидаться бутылками и приходить в маске. Именно так. Это совершенно разные вещи. Потому что, если ты собираешься себя реализовывать в стране, ты хочешь работать, учиться, творить, мы должны тебе помогать. Потому что именно этим сильна наша страна, человеческими талантами. А если ты хочешь разрушать, то мы не должны сидеть и смотреть на то, как ты это делаешь. Мы должны сделать так, чтобы у тебя это... Во-первых, лучше всего, чтобы мысли об этом не возникло. Но если уж возникла мысль, чтобы было достаточно эффективное наказание за правонарушение, которое связано с... Ну, все-таки не за мысль преступления, а непосредственно за проступок. За проступок, конечно. Мысль преступления — это красивая фантастика 60-х годов 20-го века. Да, разумеется. Так, ну вот мелкий вопрос. Я эту цитату приведу в сокращенном виде. Пепелевин «Ананасная вода для прекрасных дам» 2011 год. С подачи древних советских юмористов принято думать, будто бюрократия — это что-то замшелое, перхотливое, непричесанное, уродливое и неуклюже. Ничто не может быть дальше от истины. Русская бюрократия сегодня — это ослепительная улыбка, тонкие духи, легкие спортивные тела, интеллектуальное чтение, радикальное искусство, теннисы пола, бугатти и бомбардье. Я понимаю, что чиновник и законодатель — это как бы представители разных слоев, но, в принципе, это про вас? — И да, и нет. На самом деле, если говорить про законодателей, то законодатели — это достаточно четкая калька сообщества. Есть представители разных средств, разных сообществ, разных политических групп, и это нормально. И у нас с одинаковым успехом есть депутаты сильно в возрасте, и они очень уважаемые люди. — Нет, это, собственно, вопрос относился не к депутатам в целом, к этому вопросу, я с возраста еще вернусь, а непосредственно к вам. — Я считаю, что я... — Вы человек успешный, состоятельный, вне политической карьеры. — Да, я человек, реализовавшийся во многом. — Благодаря чему вы можете, насколько я понимаю, совершенно спокойно отражать любые нападки, просто демонстрируя налоговую декларацию. — Что я и сделал в конце прошлого года. — Хорошо, значит, еще... — Это тоже очень важный момент. Я считаю, что, во-первых, самое опасное — попытаться помогать и поддерживать движение во власть людям, которые злые, раздраженные, завистливые, потому что они будут разрушать, и они не смогут созидать. Я понял, прошу прощения, звонок в студию. Здравствуйте, слушаю вас. — А, ну да. Значит, меня зовут Леонид Чашник. Я хочу сказать господину Железнякову, что, конечно, то, что он говорит, никакого отношения к свободе и вообще к государственной деятельности не имеет. — Как же так? — Потому что наша страна пустеет между городами. В Торжке, в половине города, нет асфальта. А он занимается вопросами курения. — Минуточку, это немножко разные вопросы, насколько я могу рассматривать. — Значит, разные вопросы. — Нет, я с удовольствием отвечу. — Так, вопрос. — Вы меня спрашиваете? — Да, ваш вопрос. — Значит, я вам говорю, господин Железняк, сколько рабочих мест в стране было создано, какие предприятия открылись, и как человек может, не уезжая из своих мест, где он живет, в деревне и так далее, продолжать работать? Это невозможно в нашей стране. — Спасибо. — Ну, мне нравится, что наш слушатель успел объехать всю страну. Вот я был в 79 регионах из 83. Я могу сказать, что и жизнь в регионах разная, и в одном регионе жизнь у людей разная. И это, конечно же, задача всех уровней власти — делать так, чтобы человек мог реализоваться по возможности там, где родился и вырос. Это проще всего, но все современное общество, современная цивилизация понимают, что при этом мы должны обеспечить мобильность трудовых ресурсов, потому что это абсолютно естественный процесс. И наша задача сейчас — сделать, чтобы было доступное арендное жилье, чтобы не нужно было думать при принятии решение о какой-то интересной работе, о том, что ты не знаешь, как там перевести семью. — А есть, кстати, понимание, как с этим бороться, потому что понять социальная аренда, о которой воют буквально архитекторы уже не первый десяток лет, вот, насколько у меня так сейчас и не водится. Ну вот хорошо, вы говорите «доступная аренда», а где она, откуда ей взяться? — Она должна взяться, исходя из того, что люди должны не воспринимать собственность на недвижимость как манну небесную, потому что вместе со собственностью на недвижимость возникают и обязательства по ее содержанию. — Ну и привез, как раз, все прочее. — И если в какое-то время это были, ну, совершенно ничтожные деньги, то мы понимаем, что реально любое имущество, его содержание стоит достаточно серьезных денег, и далеко не любому человеку нужно при этом хвататься за собственность. Поэтому социальный найм — это очень правильное направление для молодых семей, для специалистов. — В этом же направлении ничего не делается, насколько вы можете сказать. — Как ничего не делается? — А что делается? — Я могу сказать так. Ну, просто пример. Рядом, вот это не как раз страны, да, рядом с Кемерово создан целый город-спутник. Рядом с Томском создаются там целые кварталы с полной инфраструктурой. — То есть именно под социальное жилье? — Да. Где жилье недорогое, где можно работать там же, где жить, где есть сразу же поликлиники. — То есть это именно социальное жилье, которым принадлежит, условно говоря, государство или муниципием, управляет им, соответственно, частной структурой, соответственно, там, относительно жготной ставки, да? — Да. То есть там человек, по сути, платит за амортизацию этого жилья, и это позволяет достаточно серьезно разгрузить и решить там жилищную проблему, и разгрузить центры городов. Во Владивостоке та же самая ситуация сейчас идет. Я вот вернулся, ну, 10 дней назад вернулся из Владивостока, и там есть там снеговая пать, которая, мне кажется, сейчас является просто, ну, великолепным примером того, как можно делать такую современную социальную жилищную инфраструктуру. — Я понял, спасибо. Так, еще один звонок, правда, очень лаконичный, у нас две минуты. Слушаю вас, здравствуйте. Алло. — Алло. — Вы в эфире, здравствуйте. — Как? — Здравствуйте. — Здравствуйте. — Значит, у меня еще такой вопрос. Видимо, человек, отвечая на вопрос, не понял суть вопроса, вопрос не в том, чтобы иметь доступное арендное жилье, а чтобы иметь доступную работу. — Спасибо. — Несомненно, я понял этот вопрос, и вопрос в доступной работе в России решается при всех наших сложностях на порядок лучше, чем в большинстве европейских стран, и уж тем более эффективно, чем в бывших странах, в бывших республиках Советского Союза. — С точки зрения безработицы, да. — С точки зрения безработицы, да. С точки зрения дохода на душу населения и средней заработной платы, да. — По сравнению с Восточной Европой, но все же таки не западной, сколько я могу судить. — Естественно, не западной, но в этой ситуации западная Европа резко сокращает все социальные гарантии уже последние несколько лет, и никакого возврата у них не будет, потому что такой возможности больше жить на заемные средства, ну, просто не появится. Все, мир изменился. — Ну, это правда, но тем не менее, даже не только в Северной, но и в Центральной Европе, насколько я могу судить, все-таки на сегодняшний день и среднедушевые доходы в виде заработных плат повыше, чем у нас, и социальные пакеты. — Это не так. У нас, несомненно, есть достаточно серьезный дисбаланс региональный. — Это естественно. — Но если взять средние по стране, то у нас на сегодня гораздо лучше, чем по многим странам. Более того, ну, вот один из свежих примеров. Мы вошли в двадцатку наиболее инвестиционно, наиболее быстро инвестиционно развивающих стран, пятнадцатый, насколько я помню. — Понятно. Спасибо. Я прошу прощения. На этом мы опять уходим на паузу. Я напомню, что это «Искусство возможно». У нас в гостях Сергей Железняк. — «Искусство возможно» на «Финам.ФМ». Мы продолжаем нашу беседу с вице-спикером Государственной Думы Сергеем Железняком. Я напомню, телефон в студии 8495-6510-996. Так, и если я правильно понимаю, у нас на связи генеральный директор Центра политической информации Алексей Алексеевич Мухин. Так, Алексей Алексеевич, вы меня слышите? Прошу прощения, звонок сорвался. — Не, ну, может быть, Алексей Алексеевич наш слышит, просто он не может сейчас включиться в эфир. Ладно, пока что еще один вопрос от слушателей. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. — Здравствуйте. Продолжая тему трудовой миграции... — Ну, уже нет, три звонка подряд — это недопустимо. — Ну, почему? Может, человеку интересно. — Сейчас. — Я готов. — А, сейчас. Так. Ну, собственно, продолжая пока тему трудовой миграции... — Можно я скажу, это касается, притом не только трудовой миграции, а в целом всего. Вот это одно из, наверное, объяснений, почему я пришел в политику. Потому что можно сколько угодно сидеть на диване и брюзжать, можно пытаться быть всем недовольным, но ты сможешь что-то изменить, только активно действуя сам. Притом, это активная деятельность, она тоже может быть двух видов. Она может быть созидательной или разрушительной. Вот я считаю, что нужно это делать созидательно, нужно создавать, а не разрушать. — Я прошу прощения. Алексей Алексеевич. — Да, здравствуй. Алексей Алексеевич Мухин, генеральный директор Центра политической информации у нас на связи. Мы обсуждали и обсуждаем с вице-спикером Государственной Думы Сергеем Железняком. В частности, вопросы, связанные с законодательными инициативами Государственной Думы. Сергей Владимирович нам популярно объясняет, что ничего такого мракобесного и запретительного в этом нету, а все, в общем-то, очень логично и, в общем-то, соответствует нужным гражданам и, более того, пользуется их полной поддержкой. Вот каково ваше мнение по этому поводу, Алексей Алексеевич? — Ну, на самом деле, действительно, можно говорить о том, что российское законодательство излишне либеральное к различного рода протестным группам, теперь приведено в большее соответствие с общей мировой практикой при так называемых развитых странах, в том числе Германии, США и так далее. Но, с другой стороны, свое веское слово сказал Конституционный суд недавно, который объявил о том, что хорошо помягчить некоторые нормы, и минимальный штраф 50 тысяч — это все-таки завышенные расценки. Но, с другой стороны, я, честно говоря, не вижу особенной трагедии в подобного рода санкциях, потому что, а, во-первых, повальных штрафов не случилось, это с одной стороны, а с другой стороны, это очень дисциплинирует организаторов, которые, вот сама логика их рассуждений была крайне порочной, потому что они сразу принялись высчитывать, насколько денег их всех поставят. Хотя, на самом деле, речь шла о том, соблюдайте законы, и никаких штрафов не будет. Алексей Алексеевич, а вас не смущает то, что вот вы сейчас говорите о том, что, скажем так, в социальных сетях принято называть наступлением на политические права? Но есть же еще такая вещь, как гайки закручиваются и в чисто гражданской сфере, то есть это и курение, и там, условно говоря, нелегальный контент. Я очень часто слышу в социальных сетях слово «закручивание гайек», но, если честно, я в этой сфере, в политической сфере работаю довольно давно, с 91-го года, и всегда очень, закручивание гайек всегда очень чувствуется. Так вот, честно скажу, я не чувствую сейчас закручивание гайек. Я вижу, как сводятся политические счеты. А это хорошо или плохо? Я вижу, как некоторые политики, некоторые политики, некоторые участники соцсетей впадают в мистерику очень легко. Они медийные, они носятся толпами туда-обратно. У политиков это тоже касается. Но закручивания гайек нет. Более того, происходит даже некоторое ослабление системы. По сравнению с событиями годичной давности? Нет. По сравнению с более ранними событиями политическая система, по сравнению с серединой 2000-х годов, даже концом 2000-х годов, да, она ослабляется. Она ослабляется совершенно естественно, потому что жесткая конструкция. Ой, ой, ой. Увы, пропало. Так, пользуясь случаем, я, кстати, адресую тот же вопрос, Сергей Владимирович. Вот не кажется ли вам, ну, я понимаю, что и то, и другое, это некоторые пропагандистские штампы, но одно дело, когда несколько, так сказать, хорошо, идет ограничение прав или урегулирование прав, если угодно, сравнить на небольших групп населения, да, ну, то есть, если речь вот именно о правах политических. Другое дело, права гражданские. То есть, это, ну, хорошо, вы скажете, что пользоваться нелицензионным контентом через интернет нехорошо, допустим. Ну, воровать вообще нехорошо. Ну, это очень, скажем так, если речь идет о дизеллектуальной собственности, это довольно философский вопрос. Можно ли пользоваться библиотекой? Это философский вопрос, пока то, скажем так, ту идею, которую вы создали и хотели ее коммерциализовать, не украли. Понятно. Нет, но я просто... Так же, эта философия очень прикладная становится. Не-не-не, смысл, вот в чем, дело в том, что есть наступление на политические права, ну, по крайней мере, об этом... Нет. Нет, не важно, есть оно или нет, о нем и говорят, но в любом случае политические права, это вещь, которая интересует сравнить небольшую часть населения. С другой стороны, мы имеем довольно много людей, то есть, есть такая точка зрения, что вот все нулевые годы между государством и частным лицом была некоторая неформальная, неписанная договоренность. Ты не лезешь в политику, мы не лезем в твою частную жизнь. То есть, дальнейшее развитие этой логики, да, заключается в том, что, ага, кто-то полез в политику, тогда мы лезем в частную жизнь. То есть, понятно, что курение – это вроде как не частная жизнь, но, скажем так, то, что идет некоторый регулированный вопрос, который однозначно относится все-таки к частной жизни, я думаю, с этим вы все-таки согласитесь. Но курение – это не политика. Ну, это точно не политика. Я могу сказать так, что в этом смысле Дума политическими вопросами занимается, ну, меньшую часть своего времени, а так большинство вопросов, которые мы решаем, они носят откровенно социальный характер, и это то, ради чего нас вообще выдвигали наши избиратели – решать те проблемы, которые их волнуют. Вот, им как раз нужны там рабочие места, достойные условия работы, страхование, безопасность, возможность там покупать или арендовать жилье, получать качественное медицинское обслуживание без взяток, учить детей, как бы, не боясь тому, чему научат их в школе. То есть, в этом смысле это все, и политика, и не политика одновременно, это то, что я называю как раз доверием граждан, доверием нормального человека, у которого есть семья и у которого есть дети. Так, спасибо, звонок в студию, здравствуйте, слушаем вас. Алло. Здравствуйте, меня зовут Александр, сорвался перед разданок, еще раз, все-таки, возвращаясь к трудовой миграции, просто для меня, действительно, это было возмущение искреннее. Такая норма, как прописка и регистрация. Ага. То есть, я, как гражданин Российской Федерации, не имею права больше двух недель находиться, ну, в гости в Питер я к брату приехал, в отпуск, я не имею права больше двух недель находиться, если я больше двух недель нахожусь, лет предупреждал, а меня любой полицейский имеет право остановить и оштрафовать, если у меня нет временной регистрации. Понятно, спасибо. А в чем проблема с временной регистрацией, я только не понял. Если вы приехали к брату, то у вас есть возможность без всяких проблем, как гражданину получить Я объясню, с чем связаны здесь наши сейчас обсуждения. Они связаны с резинными квартирами, когда в одной комнате 12 метров зарегистрировано 200 человек. Нет, эта тема известна, она существует. И ребенка, а вместе с ребенком налили много какой-то подозрительной воды. Мне кажется, что это... Две разные вещи. Одно дело резиновая квартира, другое дело абсолютно стандартная ситуация в Москве. Человек сдает свою квартиру, снимает в другом месте. Это что же ему уже, регистрируются по месту снимаемой квартиры? Естественно, еще и платить налоги за... Это другой вопрос. Но он же не может жить одновременно с своими квартиросъемщиками, поэтому ему нужно... Нет, но вы понимаете, что эта ситуация несколько абсурдная. Абсолютно не абсурдная. Она очень цивилизованная, правильная и корректная. То есть, если человек живет не там, где его имущество, нет никаких проблем с тем, чтобы посмотреть на основание. Основание это как раз регистрация. То есть, те документы и согласие владельца на твое проживание там. Вы отдаете отчет в том, что в связи с дороговизной проживания в Москве людей, которые... Допустим, с одной стороны, это москвичи, которые сдают свое жилье и живут в более комфортабельном, в более метражном. И с другой стороны, это во многом тот самый креативный класс, но разумеется, не только людей, которые снимают квартиры. Но даже если их оставить за кадром, просто москвич, который сдают в одном районе и снимает, возможно, в соседнем районе. Это, в общем-то, уже сотни тысяч, если не миллионы. То есть, если их, грубо говоря, можно хватать каждую десятую, уверенно его вязать. Я вас уверен, я вас уверяю, что там не за что хватать, потому что у всех есть регистрация. А если нет? Мы говорим только про людей, которые приехали из других регионов. Минуточку. То есть, еще раз. Я, допустим, я москвич. Я сдаю свою квартиру в другом месте, я снимаю квартиру. Мы сейчас абстрагируемся от вопроса налогов. Это внутри одного города? Никаких проблем нет. Ага, уже лучше. Так, еще один звонок в студию. Слушаем вас. Алло. Алло. Здравствуйте. Добрый вечер, меня зовут Дмитрий. Я хотел бы немножко пропонировать вашего сегодняшнего гостя. Вашему гостю, ну ладно. Три раза дозвонился до вас. Да, да, да. Я стараюсь быть лаконичным. Спасибо. Вот по поводу интеллектуальной собственности. Вы знаете, вот хотел привести такой пример, которому сто лет. Как вот такая вот штука, как законодательство, которое охраняет интеллектуальную собственность, очень сильно мешает развитию прогресса. Вот у нас был такой замечательный русский инженер Тринклер, который фактически изобрел современный дизель, в том виде, в котором он есть. А потенциал производства дизеля, непосредственно, вот как задумал сам Рудольф Дизель, он принадлежал Нобелю. И он запускался на заводе «Русский дизель». Вы обещали быть лаконичным. Понимаю. Значит, тут вопрос в том, что вот мы ездим на дизелях, которые изобрел русский инженер, и которому просто издавали возможность... В чем вопрос? Что нужно было по-человечески патентовать за рубежом или что? Я думаю, что надо пересмотреть вообще у нас в России и быть немножко похожим на китайцев. Вот такой подход, как бы, да, к конституционной собственности, он даст достаточно мощный рост нашей промышленности и вообще, и не только. Вот, и инженерной науки. Согласен, Асташа? Нет, абсолютно не согласен, потому что это, опять, это чистое теоретизирование до момента, пока тот дизель, который изобрели вы, не своровал кто-то другой. И не использовал это как раз для собственного обогащения. Я думаю, что вы бы локти кусали в этой ситуации от просто, ну, от досады, как минимум. Досады за дизель. А что касается интеллектуальной собственности и современных технологий, я как раз выступаю за то, что нужны современные решения, потому что подходить в условиях мгновенного глобального распространения информации через информационные, коммуникационные сети, подходить с критериями как раз парового двигателя 19 века, который сейчас есть в респуденции, невозможно. Нужно находить новые решения. Вот решение, которое я продвигаю, это сделать так, чтобы авторские права, по крайней мере, по творческой интеллектуальной собственности, выплачивались из стоимости трафика. То есть человек берет и покупает трафик. Это может быть безлимитный трафик, это может быть поминутный трафик. И по количеству скачивания той или иной информации обладателю авторских прав выплачивается вознаграждение. Все происходит не между каждым конкретным пользователем, а между операторами, условно говоря, провайдерами и правообладателями. То есть все юридически... А как определить трафик, который идет непосредственно правообладателю? Не трафик, а какие деньги? От количества скачиваний. Это примитивный софт, который, ну... То есть некоторое общее количество различного рода платных ресурсов, их довольно много. То есть, словом говоря, продается на Озоне, продается на Болеро, продается, где там еще какая-то книга. Каким-то способом суммируем, собираем суммарную статистику. Я вас уверяю, вот для всех наших пользователей, если у вас есть впечатление, иллюзия, что любые ваши действия в сети являются невидимыми или несчитаемыми, то это большое заблуждение, включая анонимность. Да, разумеется. Нет, но то, что с анонимностью сейчас большие проблемы, особенно у среднего юзера, и, по-моему, иллюзия уже потихоньку пропадает, даже без использования каких-то дополнительных институтов. Это абсолютно иллюзия, что есть анонимность в сети. Ну, то, что называется, вопрос, хорошо это или плохо, но если я правильно понимаю... Я могу сказать так, что анонимность в сети, реальная анонимность, это очень-очень дорого. Я понимаю, о чем вы говорите. У нас сейчас огромное количество звонков, но, к сожалению, мы сможем их принять только после паузы. Я приношу свои извинения тем, кто нам сейчас звонит в студию. Я напомню, что у нас «Искусство возможного», я ведущий Сергей Ивьин, и у нас в гостях вице-спирка Государственной Думы Сергей Железняк. Мы продолжаем «Искусство возможного», с нами Сергей Железняк, и вот сразу к нам поступил звоночек, и мы его принимаем. Здравствуйте, слушаю вас. Алло, вы в эфире. Да, я хочу сказать господину Железнякову, что ничего, кроме пустых прожектов, он нам только что не сказал. Спасибо, это неконструктивно и не менее пусто. Тем не менее, я могу сказать, что удивительным образом при этом страна развивается, все достаточно хорошо идет вперед. А вот если бы ничего не делалось, ничего бы точно не происходило. Посмотрите на Европу. Так, следующий звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, еще раз Александр, регистрация. Не успел договорить. Суть-то проблемы в другом. У меня супруга прописана в Липецкой области. Сейчас она берет третьего ребенка. И в третий раз мы сталкиваемся с тем, что у меня малогабаритная квартира, где зарегистрирован я, мой брат с ребенком. Теперь и я с своими детьми. А в чем проблема? Я не могу зарегистрировать свою супругу, чтобы она здесь, в Москве, получала медицинские услуги, женские консультации. А что мешает? Отсутствие регистрации. А что мешает получить? А регистрацию мне нужно квартиру свою расширить, потому что квадратные метры не позволяют мне даже временную регистрацию сделать для моей супруги. Я понял, спасибо. На самом деле это очень странно, потому что это эксцесс-исполнитель, условно говоря, супруга, супруга, точно так же, как несовершеннолетних детей, прописывают вне зависимости от квадратных метров, потому что нельзя разделять семьи. Вот и все. То есть это, если надо, приходите ко мне на прием. Вот я как раз хотел предложить. Я этот вопрос решу, не проблема. Так, и в интернете вы, разумеется, найдете телефон приемной господина Железнякова? На сайте Госдумы все контакты есть. Отлично, спасибо. Так, следующий вопрос. Слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей из Москвы. Слушаем. У меня такой простой, короткий вопрос. Есть ли такая проблема у нас социально как чрезмерно сильное рассвоение между бедными и богатыми? Есть. Это нормально. Есть такая проблема? Если такая проблема есть, то, соответственно, как она решается и что конкретно Сергей Железняк сделал для решения этой проблемы? Хороший вопрос. Несомненно, есть такая проблема. Это проблема всех развивающихся стран, потому что нельзя задавливать налогами для того, чтобы через налоги, условно говоря, компенсировать серьезную часть вот этой разницы в зарплатах, потому что тогда остановится рост экономики. И задача в том, чтобы как раз не богатых сделать бедными, а людям, у которых на сегодня есть желание заработать, дать такую возможность. Поэтому как раз создание новых рабочих мест, повышение возможностей для квалифицированного труда и повышение минимальной заработной платы, которая за эти, ну вот я пятый год в политике, даже за это время, несмотря на все кризисы, мы их ни разу не снижали, мы их, наоборот, повышаем. — Слушайте, но все-таки предполагаю, вот я обратил внимание на любопытную вещь, вот возвращаясь к автомобильной теме, был разговор о том, что будут повышаться транспортные налоги, вернее прогрессивный транспортный налог, он получился очень странно прогрессивным, то есть, грубо говоря, он достаточно либеральный для малолитражных машин, потом он очень жестко, грубо говоря, для того, что находится в уровне двух литров, и потом совершенно неожиданно опять начинается либерализм в пользу, условно говоря, пятилитровых каенов. — Вот это как, почему и правильно ли это, и имеет ли смысл хотя бы здесь вообще в районе потребления делать что-то прогрессивное, а не гладкое? — Ну, во-первых, сейчас здесь вообще все будет иначе, потому что Россия вступила в ВТО, и у нас не может быть никаких заградительных налогов на ввоз люксовых моделей. — А может быть прекрасный, добрый налог на утилизацию в том же размере? — Нет, это на самом деле не так. Он не может быть в том же размере, он в любом случае должен быть привязан, и он, конечно же, будет привязан к стоимости автомобиля. И чем больше стоимость, тем больше налог. Это, мне кажется, достаточно справедливо. — Но вопрос ведь не только о налогах, а вообще в смысле, откуда взять ресурсы для того, чтобы неким образом компенсировать разницу между наиболее богатыми и наименее богатыми нашими гражданами. — Ну, во-первых, как я сказал, это все-таки стимулирование больших возможностей для заработка тех, кто хочет заработать. — Второе — это, несомненно, это социальные выплаты. И мы, я говорю, мы единственная сторона, кто даже во время кризиса 2008 года ни от одного социального обязательства не отказалась. Мы, наоборот, их все развивали. За что нам там многие либералы выказывали фи, потому что они говорят, что нужно бросить людей, и пускай выживают, как хотят. Но мы так не могли сделать, потому что наши людей слишком часто бросали вот таким образом, и еще раз их как бы предать было бы просто преступлением. Но, кроме этого, мы сейчас когда раз говорим о том, что мы будем большими налогами обладать не заработки, а потребление. То есть, если ты покупаешь люксовую яхту, дорогую недвижимость, дорогой автомобиль, то налог с него должен быть больше, чем с какой-то там средней статистической недвижимости автомобиля. Ну, уж я не говорю там про лодку, про катер. — К теме недвижимости, если вы позволите, мы вернемся в самом конце. А пока мелкий вопрос. Собственно, то, за что полгода такая достаточно активная группа граждан России, как автомобилисты, дружно ругали, как минимум, федеральное собрание, правительство, руководство правительства и так далее, это, мне не безызвестна, тема нулевого промилле. Вот Дума дружно ватировала нулевое промилле. Если я правильно понимаю, вот буквально сегодня или вчера прошла инициатива Антона Белякова с предложением все-таки как-то это нулевое промилле упразднить. Что вы думаете по этому поводу? Неудачное же решение, ну действительно неудачное. — Я, еще раз, давайте, тут Антон Беляков, я думаю, что, ну, как автор инициатив, одно из множества инициатив, которые на эту тему внесены. — Я себе представляю, что такое Антон Беляков, но в данном случае просто мысль-то хорошая. — Мысль, мысль, эта мысль, которую внес Антон Беляков, заимствована у Вячеслава Лысакова, который с ней как бы уже там как с флагом ходит несколько месяцев. — Понимаю. — Мы на самом деле находимся в ситуации, когда нам нужно найти решение между Сциллой и Харибдой. То есть нам, с одной стороны, нужно ни в коем случае не разрешить выпивку за рулем. — А зачем же разрешать? Вот нужно два промиллятора. — Можно я закончу? — Да, да. — Ну вот в том же деле, вот они два промилля, значит, на два промилля, ноль-два промилля я могу выпить. Вот нам нельзя, но сейчас я расскажу про принцип. Это очень сложный принцип, поэтому его и решение здесь должно быть мудрым. То есть нам, с одной стороны, никак нельзя разрешить законодательно... — Стимулировать. — Разрешить законодательно употребление алкоголя за рулем, потому что действительно много народу гибнет. Ужас. Целое население города каждый год. С другой стороны, нам нужно сделать так, чтобы под ужесточенную ответственность ни в коей мере не попали люди, которые не пили. — Остаточные явления — диабет, кефир. — Ну, там есть разные... Ну, я еще одну простую приведу здесь причину. Погрешность самого прибора. — Погрешность прибора. Совершенно справедливо. — Вот мы сейчас как раз вырабатываем в экспертном сообществе как раз наиболее взвешенное решение, которое позволило, с одной стороны, не разрешить пьянство за рулем, с другой стороны, избежать обвинения невиновных. — Нет, просто вы понимаете, в чем дело. Для меня было... Вот меня трудно шокировать, но для меня было серьезным шоком. Да, ну, в общем, уже все понятно. В течение года там, условно говоря, разговор, что нулевой промилле, соответственно, законодательство принято. Тут начинаются разговоры о значительном ужесточении наказания за пьянство за рулем. Разумеется, никто не против. Это абсолютно правильно, абсолютно логично. Но я, ну, я не знаю, видимо, слишком далеко своим мозгом захожу вперед, думаю, ага, замечательно. Ну вот, наконец-то они додумались, они отменят нулевой промилле, но вот зато за пьянство они устроят уже настоящее. И в результате и очень жесткие, хотя справедливые меры, и остается нулевой промилле. Ну, это и то, и другое сейчас пока предложение, это обсуждение, которое идет в Государственной Думе, и то, что вот каждый день вносятся какие-то инициативы на эту тему, это тоже показатель, это значит, что кто-то хочет попиариться на этом, потому что главное ведь не внести инициативу, а главное найти ту инициативу, которая будет поддержана, то есть она должна быть сбалансирована, она должна быть реализуема. Я считаю, что, ну, я надеюсь, что в течение там нескольких недель такое решение будет найдено. Я разговаривал с экспертами, я не буду сейчас говорить о тех вариантах, которые они обсуждают, потому что дам возможность закончить экспертное обсуждение. Ну, то есть предполагать, что все-таки удастся нулевой промилле отменить, невзирая на сопротивление. Нет, не так. А как? Еще раз. Никто не будет отменять промилле, потому что это с большой степенью вероятности многим будет восприниматься как разрешение на небольшую выпивку за рулем. Уж не настолько у нас дурные водители, это все. Но при этом должны быть организационно и нормативно быть выведены из-под удара те люди, которые не пили, у которых это либо остаточные явления, либо особенности организма, либо показания приборов. А есть какое-то понимание, как это сделать? То есть мы оставляем нулевой промилле? Я вас уверяю, что такое понимание есть, я просто не хочу его анонсировать, потому что это задача профильного комитета Государственного по транспорту, который курирует, пускай они свою работу до конца завершат, это будет их ноу-хау. Ближе к концу передачи наш гость ухитрился меня лично сильно заинтриговать. Звонок в студию. Здравствуйте, слушаем вас. Алло. Вы в эфире говорите. Нет, так с нами говорить не нужно. Это была азбука Морзом. По-видимому. Так, последний вопрос, я хотел на него отвести больше времени, но тут что-то пошла такая активность слушателей. Президентский законопроект связан, вот раз уж мы заговорили о, так сказать, прогрессивном налогообложении, так сказать, потреблении. Президентский законопроект связан с ограничением для деятельности госучинового части заведения зарубежных счетов и так далее. И последние скандалы, чудовищные разоблачения и так далее с рядом наших депутатов. Честно говоря, мне, конечно, довольно огорчительно, когда начинают разоблачать, условно говоря, депутата Третьяка, который по понятным причинам, ну уж точно не бедствует, если я правильно понимаю. Но вот так или иначе, тут, во-первых, возникает когнитивный диссонанс, с одной стороны, антиамериканизм, с другой стороны, недвижимость в Майами, да, она дешевле, условно говоря, чем в Москве. Ну и тем не менее. Так, не надо здесь рекламировать в Майами. А у вас есть недвижимость в Майами, кстати, хотели спросить? Нет, у меня вообще нет недвижимости. А если найдут? Нет, ничего не найдут, потому что я считаю, что для человека, который живет и работает активно здесь, абсолютно бессмысленно тратить деньги на покупку чего-то того там, чем ты никогда пользоваться не будешь. Вот когда ты ушел на пенсию, наверное, имеет смысл думать о каком-то, где-то, не знаю, домике, огородике, а сейчас у активных людей, в том числе, я вас уверяю, и у большинства представителей власти нет ни времени, ни задачи, условно говоря, куда-то непонятно вбухивать деньги. Если кто-то это делает на ворованные средства, то его нужно изобличать и наказывать, конечно. Так, и тогда последний вопрос, ровно на одну минуту, я надеюсь, он не нарушит принципы корпоративного, солидарности корпоративной этики. Прокомментируйте историю с руководителем комиссии по этике Государственной Думы господином Пексом, у которого вроде как была обнаружена недвижимость в том самом городе. Я отвечу, что время сэкономить. Он говорил, в том числе и в разговоре со мной, что это недвижимость его сына. Сейчас необходимо просто получить достоверные данные, потому что далеко не все, что есть в интернете, является правдой. Ну, нужно смотреть документы. И на это время он очень, мне кажется, достойно сложил в себе обязанности председателя... А это чуть ли не первый прецедент подобного поведения. Это первый прецедент такого решения. Более того, вместо него исполняет обязанности наш коллега из КПРФ. То есть это тоже пример доверия и нашего, мне кажется, такого правильного понимания парламентаризма. Это вопрос человека, а не только его партийные принадлежности. Я хотел последние секунды использовать для того, чтобы поздравить всех тех наших слушателей, которые знают волшебную силу любви с сегодняшним праздником. Я вам желаю долгой, счастливой, благополучной любви и здоровья вам и вашим близким. Я же говорил, что невзирая на некоторый имидж ужасного мракобеса, на самом деле Сергей Владимирович, будучи взят один и в отдельности от многочисленных других депутатов, подключать с крайним обаянием. Знаете, вот такая ситуация. Каждый в одиннадцать без обаяния, вместе получается несколько по-другому, но так или иначе. На этом мы сегодня заканчиваем нашу программу искусства возможного. Я напомню, что с вами был я, Сергей Ильин, а у нас в гостях был вице-спикер Госдумы Сергей Железняк. До встречи через неделю.